Он не состоялся в прошлом году из-за большого публичного и политического противодействия в Великобритании. И сейчас он проходит не самый лучший момент, можно сказать, с внутренней политической точки зрения, потому что политических переговоров, каких-то договоренностей, наверное, ждать не стоит. Действительно, Мэй сейчас по американскому выражению является такой хромой уткой, поэтому очень сложно будет каких-то конкретных вещей достичь. Но церемониальная сторона, естественно, запланирована. Запланирован торжественный ужин в Букингемском дворце. В парламенте он не выступит, потому что он не популярен не только среди британской публики, но и среди многих британских политиков. Например, лидеры оппозиционных партий, либеристов Джереми Корбин и либерал-демократов Линс Кейбл, а также спикер парламента, самый, наверное, такой ярый антитрампист здесь, они, во-первых, отказались прийти на торжественный ужин у королевы, где будет присутствовать Трамп. Ну и также Джон Беркл, спикер парламента, сказал, что ни под каким соусом, ни в каком виде Трамп выступать в палате общин не будет. Реакция, конечно, в Париже, во Франции намного менее острая, чем в Великобритании по целому ряду причин. С одной стороны, понятно, что сам повод для визита абсолютно очевиден, и сложно было бы представить, что американский президент не приехал бы на эту дату во Францию, чтобы отметить ее от лица, скажем так, американского народа в первую очередь. С другой стороны, отношение к Трампу остается во Франции весьма негативным. Сейчас, конечно, первый вопрос на повестке дня – это ситуация с Ираном, наряду с экономическими вопросами, безусловными вопросами торговли. Но, конечно, сейчас, насколько я понимаю, одним из, по крайней мере, главных тем на повестке дня его завтрака с Макроном, если такое состоится, насколько я понимаю, должен состояться, будет именно ситуация вокруг Ирана. Потому что, как и многие другие европейцы, Франция, Макрон чувствуют себя все более и более напряженно вокруг продолжающейся риторики США, вокруг Ирана, поскольку понятно, что эта риторика очень далека от той политики, которую по Ирану проводила и, в общем, продолжает проводить Европа.